Проповедь из книги Лапкин Игнатий Тихонович Открытым оком, том 9 Проповедь бесноватого в укор нам православным Евангелие от Луки, 8 глава, 39 стих Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус Сколько проповедей на эту историю, где подробно написано Как мы слышали из поучения, как худо поступали жители той страны То есть отдельные места из этого события, которые вообще никак не освещаются Я не нашел их ни у одного толкователя, ни у Златоуста, ни у Блаженного Феофилакта, нигде Может быть и было сказано, но после сумели так стилилизовать, убрать А коснуться этого необходимо Какие предчувствия были у этих жителей Но они были готовы к первой проповеди, к первому свидетельству от этих пастухов Что пастухи им говорили В первую очередь, что им придется отвечать за то, что им было верено Как это похоже на сегодняшнее, о чем говорят депутаты и прочие доверенные лица О веренном участке, как к зиме подготовились Только об этом, что ему верено, что он обещал Так и пастухи бегут, о гибели животноводства рассказывают И жители реагируют на это очень активно А можно было спросить исцеленного бесноватого Что ты почувствовал? Было время, когда он жил в гробах А теперь вот живой, здоровый И видят, что он одетый Им хотелось, чтобы этот человек был всегда бесноватым Эти бесноватые были очень опасные создания Они убивали, загрызали всех, кто проходил мимо Люди боялись по тому месту проходить И в житиях всюду об этом говорится Они имеют великую силу Мне приходилось таких видеть Бывает, пять мужчин, одну женщину не могут подвести На небольшого роста она Но она их просто вводит Двое на одной руке И она вводит их, как хочет Деяние апостола, 19 глава, 15-16 стихи Но злой дух сказал в ответ Иисуса знаю, и Павел мне известен А вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух И, одолев их, взял над ними такую силу Что они нагие и избитые Выбежали из того дома И вот этот человек сидит у ног Христа И слушает, какие же это курсы Пока пастухи бегали по селу За это время, что он мог узнать? Да и не занятия в университете были Но внутри его уже созрело к тому Все, чтобы только не вернуться в прежнее состояние Он точно уже понял, что в прежние гробы не полезет Слово «гроб» имеет смысл очень многозначный В русском языке около 20 значений слов «смерть» Например, такие, вульгарные, как «дать дуба», «околеть», «отбросить копыта», «сдохнуть», «откинуться» и прочее Это все означает смерть И слово «гроб» имеет многогранность Евангелие от Луки, 11 глава, 44 стих Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры Что вы, как гробы скрытые, над которыми люди ходят и не знают того Это о людях, Златоуст говорит Заключил душу свою, как в гроб в этом теле И человек жил в гробах В месте, где в пещерах гроб был Это не для человека Там бесы любят гнездицы И они его туда загнали Господь вывел его на свет Предложим, что Господь сразу сказал бы «Давайте ножницы, я его сейчас подстригу Пусть обратно в пещеру идет теперь И там только подвизается и молится А ведь придут после Христа люди, которые будут именно это делать И чему мы удивляемся? Они снова загонят его в пещеру, чтобы рыть горы, зарываться туда Даже малопустенького намека на это нигде нет в Евангелии Курсы его кончились Евангелие от Луки, 8 глава, 39 стих Возвратись в дом твой И расскажи, что сотворил тебе Бог Он пошел и проповедовал по всему городу Что сотворил ему Иисус Где это? Кто слышал от князя Владимира такое повеление? И почему все молчат об этом? Разве это нам не пример? Вернись туда Расскажи, что тебе Бог сотворил Господи, я еще ничего не знаю Бесноватый сказал Я думаю, он ничего не сказал Он только умиленно смотрел на Христа и думал А не случится ли худшее со мною? Нет Иди и свидетельствуй, говоря другим Говоря, ты учишься сам Где вы обратились? Где работали? На заводе? В каких школах учились? Что это, не гробы? Посмотрите, что там делается? Какое беснование? Вы пошли, увидев Христа Встретились с Ним? Засвидетельствуйте Или что нам так нравится Что вокруг нас люди Издают виск свиней Их это корыто свиное Наверное, все-таки Тот блудный сын Вернувшись не раз вспомнил А где я был? О, какая у меня была пища Из корыто Рожки ему не давали Его били Ведь это касается каждого из нас Мы называемся уже Не гробы крашеные А храм Бога И священник помазует Не гробы крашеные А освящает храм Бога живого И сразу же идете и благовествуйте Почему никто не говорит об этом? Мы хотим, чтобы нас люди поминали И как поминали? По-хорошему И как правильно понимать Из речения апостола Павла Я тоже этого нигде никогда не читал Ни толкования А он прямо сказал Евреям 13 глава 7 стих Поминайте наставников ваших Которые проповедовали вам Слово Божие И взирая на кончину их жизни Подражайте вере их Какие наставники? Которые говорили о лесных пещерах Которые говорили Постригись За каменной стеной в монастырь спрячься Нет О них и речи нет у Павла Павел Мог не знать Что такое будет в истории Но сегодня Я не могу не знать Что слова Божии Плотно переначали Извратили И ушли сами И других повели в другую сторону Не к благовестию А к бегству от мира От людей Но апостол Столь четко Ясно сказал Наставников ваших Запятая Которые проповедовали вам Вот этого бесноватого Поминать надо А не тех Которые залезли туда в норы Сами себе придумали уставы Убеждая нас Что эти уставы им дали Некие ангелы На дощечках И эти дощечки Ни один из смертных После них не видел Даже их учителя не видели А сами скрылись в пустыню Ушли в затворы Указания нет на то Чтобы так Перелицовывать указания Христа Что из того Что по хоме Явился вроде бы ангел И повелел так поступать Какого духа был этот Явившийся дух Галатам 1 глава 8-9 стихи Но если бы даже мы Или ангел с неба Стал благовествовать вам Не то что мы Благовествовали вам Да будет анафема Как прежде мы сказали Так и теперь еще говорю Кто благовествует вам не то Что вы приняли Да будет анафема Может и надо Но это явно не по Евангелию Но тогда вопрос А надо ли было Это изобретать Потом писать о них Жития святых Если все это не по Евангелию Подражайте вере их Проповедников Сегодня мы слышали Упоминают Кварта и других Это друзья Павла Практически Почти все они Закончили жизнь Мученически За проповедь В житиях Едва ли не 10% Житей которые Согласны с Евангелием Я жития На 12 раз Прохожу За жизнь свою Они просто Срослись со мной Душа моя вопьет криком Господи Куда все ушло Евангелия как будто Совершенно никакого нет Пишется во многих Житиях С юности родители Богобоязненные Приучили знать Слово Божие И Знал священное писание Называется даже Глава и стих Книг Библии правильно И он от юности Решил посвятить себя Богу Ну думаю орел Сейчас ноги Праведников Как орлы Исайя 52 Глава 7 Как прекрасны На горах Ноги Благовестника Возвещающего Мир Благовествующего Радость Проповедующего Спасения Говорящего Сиону Вот царился Бог твой Но он Этот знающий Писание Из благочестивой Семьи Уже в 12-летнем Возрасте Сбегает из дома И шмыг В монастырь Спрятался И на этом Вся жизнь Закончилась Но бывает Как-то еще Архиепископов Поставят Это очень И очень редко Дальше опять От юности Девушка была Посвятила себя Богу Решила Бессердество Сохранить Ну думаю Она пойдет Сейчас благовестовать Как Фатина Самарянка Или Мария Магдалина Да ничего Подобного Что угодно Сделает Даже Переоденеться В мужчину Мимикрия Одобренная На века Вопреки Библии Соборов Любую Ложь Сделает Лишь бы В монастырь Где-то Залезть Даже Грамма Если Миллион Тон Взять Даже Грамма Нет намека Чтобы О таком Спасении В Евангелии Было Что-то Об этом Господи Я с тобой Ты меня Постриги В монастырь Четко и ясно Звучит А ты Отвратись От себя И благовествуй И расскажи Другим Что тебе Бог Сделал Какие у тебя Остались там Следы Какой Какой впредь Будет след Мы должны Это понимать Должны Об этом Говорить Мы были Эти самые Бесноватые Чем только Не были Одержимы И наркотиками И пьянством И табаком И чего Только не было И блудом И абортами Вызволил Бог Помазал Из капища Из гроба Сделал Храм И так Идите Господи Куда Я от тебя Отойду Евангелие От Иоанна 16 глава 7 стих Но я Истину Говорю вам Лучше Для вас Чтобы я Пошел Ибо Если я Не пойду Утешитель Не придет К вам А если Пойду То пошлю Его К вам Евангелие От Иоанна 17 глава 15 стих Не молю Чтобы ты Взял Их Из мира Но Чтобы Сохранил Их От зла Иисус О том Не молился Чтобы учеников Своих Сокрыть По пещерам И лесам И чтобы Люди Уходили Из мира Это Не по молитве Христовой Они Сокрылись И это Абсолютно Точно Господь Как бы Говорит Я не Молюсь Чтобы ты Отец Взял Уверовавших В меня Из мира Этих От мира Отрекшихся Они Постриглись Уставы Придумали Одеяния Не Обижайтесь На меня Когда я Говорю Это Я не Могу Не Говорить Этого Потому Что Я Проповедник Слову Божьего И Далее Евангелие От Матфея 4 глава 19 стих И Говорит Им Идите За мною И я Сделаю Вас Ловцами Человеков Евангелие От Матфея 10 глава 16 стих Вот Вот Посылаю Как Овец Среди Волков Итак Будьте Мудры Как Змеи И Просты Как Голуби Идите По Всему Миру Не В Горобы Не В Горобы А По Всему Миру И Мы Видим Как Разлетаются Птенцы Христовы Из Этого Гнезда Галилейского Исайя 40 глава 30 стих 31 А Надеющиеся На Господа Обновятся В силе Поднимут Крылья Как Орлы Потекут И Не Устанут Пойдут И Не Утомятся По Всему Миру По Всем Странам Мира Будут Непрерывно И Не Устанно Свидетельствовать Может Быть Сделали Апостолы Достаточно И Все Таки Вернулись Нет Там И Умирают Где На Киевских Горах Там Где-то В Афракии В Риме А почему Они Не Стремились К Святым Местам Наоборот От Святого Места Как Искры И Как Летели По Сравнению С Православными Монахами У Тех Все Наоборот Эти Повернули В обратном Направлении От Указанной Воскресшего Господа У Тех В первом Веке Было Так Если Человек Уверовал То Неукоснительно Исполнялся Девиз Идите По всему Миру А здесь Уверовал Спрячься В лес И тебя Случайно Найдет Какой-нибудь Лесник Кому-то Скажешь Ты Еще Глубже Зайди Куда-то А в Житиях Непрерывно Повторяется Приписка К Личностям Героев И отдел Этого Ради Христа Какого Христа Я хочу Спросить Но только Не Евангельского Мы Настолько Сжались Тем Что Нам Преподается Что Мы Совершенно Не Критически Смотрим На Подкрадываем В Наше Блюдо На Подкладываем В Наше Блюдо А это Хорошая Написано Первое Послание К Тимофею Четвертая Глава Шестнадцатый Стих Вникай В себя И В учение Занимайся Сим Постоянно Ибо Так Поступай И себя Спасешь И Слушающих Тебя Я К концу Жизни Прихожу К убеждению Что Ревизии Никто Никогда В вере Нашей Не Делал Мы Приняли Совершенно Не Евангельскую Веру Как Лесков Говорит Евангелие Ведано Как Должно Евангелие Как Будто Не Было В России Нас Ослепляет Сейчас Патриархия Они Злобятся Против Того Что Говорится Здесь Но Это Ничего Им Не Даст Это Только Гроб Расширит Свои Границы Более Обширный Гроб Нашли Если Бы Они Объявили Сейчас Да Это Мы Поняли Да Выходит Из Экуменизма Надо Но Ради Вот Этого Момента Когда Речь Идет Об Объединении Зарубежной Церкви Мы Подюжим Еще Там Побудем А потом Выйдем Вроде Как Б Ради Вас Они Говорят Из Экуменизма Мы Как Раз Сейчас И Выйдем И Скажем Мы Вышли То Есть Они Давно Наметили Выходить А тут Подсуетятся Вроде Они Уже Изменились Эту Вонючую Кость Хотят Бросить Нам Чтобы Поставить Нас На колени Перед Ними Разрушить Обличительный Глаз Захватить Зарубежное Имущество Расширить Свои 14 Ватиканов Такова Площадь Зарубежного Преимущества РПЦЗ И Вербовать Сексотов Уже Среди Заграничных Служителей Если Бо Они Сказали Будем Проповедовать Вместе О Христе Но Когда Другому Говоришь А сам Не Делаешь То Уста Закрываются Как Ты Будешь Говорить Не Курите С Папиросой В Зубах Как Будешь Говорить Мне Идти Проповедовать Если Сам Не Проповедуешь И Что Ж Этот Исцеленный Бесноватый Ушел Дальше Где Он Как Его Имя Фамилия Святой Леон Мы Ничего Не Знаем Но Пример Дан Однажды И Навсегда Не Надо Говорить Что Это Не Важно Потому Что Было Только Один Раз Один Раз Это Навсегда Ева Один Раз Согрешила Как И Жена Лота Ева Один Раз Протянула Руку Взяла Один Раз Это Навсегда Один Раз Не Думайте Что Это Так Мало Один Раз Господь Нам Дал Это Примерно Всегда Апостол Павел Обратился Деяние Апостола 9 Глава 22 Стих А Саввл Более И Более Укреплялся И Приводил Замешательство Иудеев Живущих В Дамаске Доказывая Что Сей Есть Христос А Стефан А Остальные Рассеявшиеся Куда Попрятались Деяние Апостолов 8 Глава 4 Сих Между тем Рассеявшиеся Ходили И Благовествовали Слово Проповедь Еще Непонятно О чем А Благовестие Это Тоже Слово Проповедь Но Оно Говорит Прямо О Благовестие Первое Благовестие Это Архангельская Весть Деви Марии Благовещение Родится Спаситель Родился Ангелы Говорят На полях Вифлеемских А теперь Идите И Проповедуйте Уже Сам Воскресший Христос Говорит Эта Весть Православных Не коснулась За 2000 Лет Совершенно Я Со Всею Твердостью Заявляю Не Коснулась Если Бы Коснулась Сегодня Это Бы Зазвучало В Проповеди Давайте Подражать Хотя Бо Исцеленному Бесноватому Хотя Бо Ему Нам Тысячи Разных Примеров Показывают Житиях Хороших И Занимательных Но Не Евангельских И Поэтому Мы Потеряли Россию Потеряли Семья Потеряли Все Что Только Можно Было Потерять И Причина Только Одна Что Нет Радости Общения С Богом Радости Спасения А Только Непрерывное Покаяние Покаяние Почему Мы Не Находим У Апостолов Этого Они Знали Радость Спасения Состояние Православных Не Евангельское Это Вот Как И Монах Роман Поет Кол Осиновым Не Забейте Радости Спасенного Грешника Нет Православных Должно Быть Непрерывное Ликование Бог Нас Спас И Конечно Жить Надо Не Во Грехах Да Как Я Могу Жить Прежней Жизнью Я Искупленное Чадо Он Меня Усыновил Это Сегодня Мы Слышали Видели Что Бесноват Говорил Я Бесноватый Я Помню Какие Во мне Были Страдания Как Терзали Они Мою Внутренность А Теперь Я Встретился С Ним Как Мало Я Был С Иисусом Всего Только Один Часок И Побыл Но Я Увидел Его Лучезарную Любовь И Исцеленные Рассказывают Где Что Видели Первое Послание Коринфянам Шестая Глава Одиннадцатый Стих И Какими Были Некоторые Из Вас Но Омылись Но Осветились Но Оправдались Именем Господа Нашего Иисуса Христа И Духом Бога Нашего Можем Ли Мы Это Сказать Да Я Немного Ходил На Занятия Немного Слышал Проповеди Но Я Увидел Христа Христа И С Этим Христом Мы Пойдем Благовествовать Этому Погибающему Миру Нам Бог Говорит И Ты Был Такой Был Даже Больше Того Был Вы Даже Не Знаете Как Глубоко Я Сидел В Этой Пещере Вы Не Знаете Сколько Принес Я Ущерба Этими Цепями Разбивал И Прочее Но Сегодня Я Имею Великую Миссию Посланничества Моего Иисуса Какое Ты Имеешь Право Проповедовать Ты Мирянин Мне Сорок Лет Это Говорят А Какое Право Ты Имеешь Не Проповедовать Будучи Священником И Монахом Сидеть На Одном Месте Имею Я Право Имею Право Вот Этот Мандат От Бесноватого А Какое Ты Имеешь Право Закрывать Путь К Христу И Со Христом Евангелие От Луки 11 Глава 52 Горе Вам Законникам Что Вы Взяли Ключи Сидящим Воспрепятствовали Вот Вопрос Как Надо Ставить Просите О том Чтобы Бог Дал Смелость Исповедование И Не Сидите Мы Не Можем Вас Никак Раскачать Свидетельствуйте О наших Занятиях О том Что Слышали О Боге Прямо Говорите Хоть Немного Что Бог Возлюбил Нас Что Христос Любит Нас Есть Святая Православная Вера Которую Замазали Выдумками Человеческими А Давид Говорит Псалом 118 Стих 113 Вымыслы Человеческие Ненавижу А закон Твой Люблю Пусть Дух Святой Положит Это нам На сердце Чтобы Мы Не оказались Хуже Этого Бесноватого Чтобы Наше Имя Было Поминаемо Если Нам Написано Евреям 13 Глава 7 Седьмой Стих Поминайте Наставников Ваших Которые Проповедовали Вам Слово Божие И Взирая На Кончину Их Жизни Подражайте Вере Их Думаю Что Это Касается Не Этой Жизни Это Поминание Будет И Вечности Но Если Человек Живет Только Для Себя По 70 Дней Не Ест Эгоистично Спасается Где-то Никого Не Видя То Это Конечно Красиво Мужественно Я Все Это Признаю И Величие Его Духа Но Только Не По Евангелию Сие Тогда Как Может Он Надеется Получить Обещанное В том же Евангелии По Евангелию Самый Маленький Талант Ты Должен Вынести Чтобы Он Засверкал В лучах Любви Божьей И Сказать Я Ученик Христа Он Сошел Ко Мне Воплотился Принял Образ Раба И Меня Оживотворил Чтобы Принять Усыновив Для Бога Поэтому Я Несу Его Слово Живое А Ему Будет За Все Слава Аминь Спаси Христос